Выставка авторских кукол открылась в доме на Крутицкой. С работами мастеров-кукольников объединения «Белой стрекоза» читатели уже знакомы. Именно по просьбам посетителей библиотеки экспозиция уникальных экспонатов ручной работы открылась вновь. На этот раз все представленные куклы выставляются впервые. Организаторы поставили мастерам одно незыблемое правило – в экспозиции место только новым работам. Все то, что у нас уже есть, это зрители видели. Но нам нужно показать даже не то, что свои работы, а свое развитие творческое. Вот это, конечно, самый важный фактор, который, конечно, только надо приветствовать. И поэтому мне самой на этой выставке самое интересное – не себя показать, но других посмотреть. А буквально еще три года назад кукольники из города Иваново не догадывались, что увлекающихся созданием бесподобных вещей так много. Мастеров и мастериц объединил клуб «Белая стрекоза». Никто не слышал об Ивановских кукольниках. Это я говорю с совершенной ответственностью. Никто не знал, что кукольников у нас много. И мне казалось, что вот в столицах это развито. Развито искусство интерьерной куклы. А чем же хуже наш город? И я еще тогда подозревала, что кукольники у нас есть. Просто нужно как-то организовать наше творческое объединение. И оказалось, что не ошиблась. Число людей, профессионально занимающихся изготовлением кукол, в Иванове теперь будет только расти. В июне планируется открытие творческой студии. Новичков непростому искусству будут учить с нуля. Кто ничего никогда не делал руками, он может прийти, потому что мы все будем делать. Взяли пластик, взяли формочки, руками все будем изучать сначала. Если кто-то хочет повысить мастерство в кукле, так же можно уже отдельно рассматривать роспись лица или как сделать старичка. Особенностей очень много. И учиться кукле можно всю жизнь. Шарнирные, из пластика, портретные, многочисленные виды текстильных кукол, фарфоровые. Это далеко не полный перечень видов. Обычно, чтобы научиться их делать, начинают с простого, с текстильных. А вот шарнирные, у которых можно менять положение головы, рук и ног, относятся к категории сложных. На этой выставке представлена только одна подобная экспозиция. Но организаторы уверены, что год от года уровень ивановских мастериц будет только расти. А потому свои работы они планируют представить на международном уровне.